Клавдия Пенькова и любимец публики Святослав Ещенко Следующий И здравствуйте, товарищ господин генерал-профессор красивый девушка Спасибо, конечно, большое Но я не профессор, я обычный преподаватель Для меня ты профессор Так, ваша фамилия Барджибаев? Конечно И вы пришли, чтобы получить Импотент Вы хотите сказать патент? Патент мне не надо Импотент надо Кому им? Который мне работы давать Раньше был, не надо патент А теперь, говорит, надо патент У меня деньги нет Что, совсем нет денег? Совсем нет денег, товарищ профессор Совсем нет денег Вы хотите сказать, что вы готовы сдавать экзамен? Конечно И будете четко отвечать на мои вопросы? Четко, да Ну, присаживайтесь Спасибо Для начала хочу спросить Как вам вообще Москва? Очень хорошая Москва Мне нравится Такой город Особенно мне нравится Вот это Где поезд закопали под земля Вы имеете ввиду метро? Метро, да Конечно Я когда первый раз в метро ехал Мне надбила станция Парк культур Мы долго-долго-долго ехали Потом женщин, которые рядом были Я спрашиваю Это уже парк культур? Она говорит Нет Это только экскалатор кончится Такой большой город Ну, хорошо Давайте начнем с вопросов по русскому языку Товарищ профессор Можно, пожалуйста, мне самые простые вопросы Пожалуйста С какой стати? Потому что русский язык такой трудный Если много учить, от него мозг сильно растет Что вы говорите? Конечно Мой сосед Балдебек А БВГД выучил и сознание потерял Ну, до таких глубин русского языка мы с вами не дойдем Начнем с простого Выберите правильный ответ Идти на зубного Идти к зубному Идти в зубного Москва, зубной лучше идти не надо совсем Я когда зубной ходил Это доктор, мне это кресель садил И даже не говорили Открой рот Сказал только, сколько стоит Рот у меня сам открылся Ну, ладно Другой тест Как правильно сказать? Подшутить над человеком Подшутить под человеком Подшутить за человеком Товарищ профессор Мне начальник подшутить делал Привез меня на дорогу Метла руки дал И сказал Мети весь обочин Пока дорога не кончится А эта дорога Оказался московский кольцевой Я когда семь круг делал У меня метла стерся Я же не знал, что это Беля-Бичи такой Первому апреля Это, конечно, все очень впечатляет Но вы же не отвечаете мне по теме А давайте я задам вам Совсем простой вопрос Давайте, да Что означает в русском языке Уменьшительно ласкательное производное От имени собственного Товарищ профессор Ты так красиво говоришь Что я думать не успеваю Ну вот вас как зовут? Меня? Да Махмуд А как уменьшительно ласкательно Называет вас ваша мама? Мама Мама сейчас меня не называет Мама деревня остался Меня место мама сейчас Берегадир называет Мама Хорошо Хорошо, да А теперь очень важный вопрос Важный, да Какие вежливые слова вы знаете? Это я много знаю Ну, какие, например? Например? А что, шепотом говорите громче? Громко это вежливые слова Только берегадир можно окричать А если я буду полиция арестовать? Ну, скажите Вам говорит кто-нибудь слово спасибо? Конечно Начальник В конце месяца Он когда мой зарплат пополам делает И мне мой половин отдавает Всегда говорит И спасибо тебе, Махмуд За то, что ты у меня есть Не просишь А давайте пройдемся по истории нашей великой страны Давайте, да, пройдемся Кто такой Емельян Пугачев? Пугачев? Это муж Аллы Борисовны Емельян Пугачев родился В 1742 году Конечно Это ее первый муж Допустим И кто же тогда, по-вашему, ее последний муж? А он еще не родился Дай Бог ей здоровья Я правильно говорю, товарищ профессор? Конечно Боже мой Парджибаев, может вы в литературе сильны? Может, да Литера как? Русские народные сказки знаете? Сказки люблю О, значит, вы должны знать каких-нибудь сказочных героев Должны, да Ну, кто такой Морозка? Морозка не люблю Почему? Потому что, когда Морозка переходит Очень трудно ломом лед колоть Язык сильно мушает Каким образом вам мешает язык? Перелипайся к лому Причем тут лом? Я вас спрашиваю про сказочных героев Ну, совсем элементарный вопрос Кто такая старуха с метлой? О, эта баба очень злой Ну, наконец-то, правильно А, наша старший дворник Злой баба Стало быть, сказок вы тоже не знаете Знаю, знаю Начальник В конце года Рассказывает всегда нам Такую сказку Какую сказку? В нашем царстве И скоро будет Новый год И я вам всем В виде исключений Дам полной вашей зарплаты Да, господин Барджибаев Вы, к сожалению, не ответили ни на один мой вопрос К сожалению Но вы так проникновенно Так искренне рассказывали о России Что я приняла решение Вы получите свой патент Получите? Да, да И спасибо, товарищ профессор Красивая девушка Генерал-прораб-берегадир-начальник Я тебе желаю Чтоб вы и ваша мужа Жили долго Счастливы И умерли Так, стоп До свидания А, ну